Первый планшет компании Xiaomi был удачным, второй скорее был неким экспериментом. Платформа Intel, две операционные системы, но версия Windows страдала от неоптимизированного софта, конкретно под планшет. Да и многие жаловались на это и вышел без всяких заявлений Mi Pad 3. Компания Xiaomi со своим Mi Pad 3 решили вернуться на привычную платформу Android на борту, что, разумеется, избавило от многих проблем. Планшет построен на процессоре Mediatek. Построено все на чипе Mediatek MT8176. Это 6-ядерный чип, 3 ядра Cortex-A72 работают на 2,1 ГГц. Еще 3 ядра Cortex-A53 на частоте 1,7 ГГц. Для нужд пользователя этого более чем достаточно. По внешности все как всегда собрано отлично, никакого люфта. Монолитный металлический корпус, на грани которого традиционная для смартфонов клавиши блокировки и качелька громкости. Сверху разъем для наушников, снизу microUSB тип C и хотелось бы сказать, что на другой грани нас ждет слот для сим-карты, но увы, Xiaomi решили и в этот раз не делать поддержки мобильного интернета, что весьма глупо с их стороны, если сравнивать с предложениями конкурентов. Но это была бы не Xiaomi, если бы не были припрятаны козыри в рукаве. Переместившись на заднюю часть, видим решетки стереодинамиков, звук через который весьма неплох, звезд конечно с неба не хватает, но слышно при этом хорошо, в меру басов и низких частот. Далее видим выше микрофон шумоподавления и камеру на 13 мегапикселей. Снимать разумеется планшетом вы вряд ли будете, но при хорошем освещении можно получить весьма неплохие снимки, больше сзади смотреть нам и не на что. Перевернув планшет увидим закрывающий экран стекло, никакого 2.5D здесь нет, абсолютно ровное стекло, поэтому можно смело клеить защитные стекла или пленку и пользоваться не опасаясь царапин. Кстати, что расстроило, так это либо очень плохое, либо напрочь отсутствующее олеофобное покрытие. Ваши пальчики с экрана стирать придется очень часто. По управлению снизу 3 сенсорные клавиши, сверху расположилась фронтальная камера на 5 мегапикселей и индикатор состояния. Под стеклом нас ждет довольно-таки неплохая IPS-матрица с диагональю 7.9 дюйма, разрешение которой 1536х2048, плотностью пикселей в 326 ppi. К экрану претензий никаких, разве что максимальный уровень яркости мог бы быть повыше. Цвета яркие, сочные, а разные режимы позволяют выбрать под себя варианты отображения, среди которых режимы защиты для глаз и новые фишками по 3 монохромный дисплей. Своего рода это альтернатива читалкам на жидких чернилах. Мелочь, но если вы любите читать, то это позволит сэкономить заряд батареи, которая в свою очередь вас точно не разочарует. При среднем юзании планшет проживет около 14 часов. Разумеется, на игрушках сядет быстрее, но весьма завидная батарея на 6600 мА позволит вам долго пользоваться планшетом. Разумеется, уже успели заметить, что раз нет слота для сим-карты, то и карты памяти соответственно не поддерживаются. Вы правы, но внутреннего накопителя на 64 гигабайта, думаю, вам должно хватить. Оперативной памяти на борту 4 гигабайта. За график отвечает PowerVR GX6250. Из дополнительной функциональности на борту двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 4.1, GPS, поддержка OTG, управлять всего этим Android и фирменная оболочка MIUI, которая, как вы знаете, поможет содержать планшет в чистоте и безопасности. Весьма неплохая начинка, небольшой размер, сочный экран с хорошим разрешением и, разумеется, емкая БТЕ позволяет планшету работать хорошо, а главное долго и при этом отлично выглядеть на фоне конкурентов. В целом, неплохой помощник, который может с легкостью заменить вам читалку. А невысокая цена делает планшет весьма любопытным устройством. По комплекту все стандартно, бумажки, кабель и зарядная. Поддержки быстрой зарядки нет, но учитывая автономность планшета, прибегать к ней вы будете реже. Ну а с вами был Евгенович, всем добра.